Милиция Агафоновая. Милиция. Алло, милиция? Что случилось у вас? Милиция, срочно приезжайте, тут на объект проникли какие-то хулиганы в количестве нескольких лиц. Немедленно приезжайте, да, спасибо. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Step-A-Walk. После Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, в связи с появлением угрозы возникновения ядерного конфликта, руководство Советского Союза очень серьезно задумалось о необходимости создания сети подземных сооружений, которые способны были бы выдержать ядерный удар и могли бы использоваться в самых различных целях. Таких, например, как спасные командные пункты, склады вооружения и боеприпасов, убежище для высшего руководства страны, а также партийного руководства в регионах. Ну и, конечно же, необходимо было создать хранилища, склады для обеспечения стратегического запаса продовольствия на случай этого самого ядерного удара. И по всей стране, в различных регионах необъятного Советского Союза начали строиться подобные подземные сооружения. Естественно, в те годы, во времена Союза, они были очень строго засекречены и еще лучше охранялись. Но сегодня у нас появилась возможность отправиться в одно из таких сооружений, бывшее хранилище Росрезерва. И сейчас немного расскажу о технических особенностях именно конкретно этого сооружения, куда мы сейчас едем. Естественно, для обеспечения возможности подобным сооружениям выдержать ядерный удар, оно должно быть расположено на большой глубине. И конкретно это сооружение расположено на глубине 130 метров ниже уровня Земли. Ну а сейчас небольшое лирическое отступление. Бытует мнение о том, что во времена Советского Союза государственные средства, бюджетные средства тратились на самые различные грандиозные проекты, которые на тот момент могли показаться вообще фантастическими, без счета. На самом деле это не так. На самом деле, прежде чем запустить какой-то проект, прежде чем начать финансирование каких-то исследований, все тщательно экономически просчитывалось. Был такой лозунг «Социализм» была такая фраза, точнее, если не ошибаюсь, а приписывают ее авторство Владимиру Ильичу Ленину. «Социализм – это учет». Кто помнит такую фразу? Отпишитесь в комментариях. Так вот, естественно, все подобные масштабные проекты изначально просчитывались экономически до мельчайших подробностей. И строительство этого хранилища тоже коснулось подобное создание подробного экономического обоснования, подробного экономического просчета. Поэтому, естественно, строить такие масштабные сооружения на такой глубине безумно сложно и безумно дорого. Поэтому для того, чтобы расположить это хранилище, просто взяли отработанные выработки одного из рудников, в данном случае одного из крупнейших в мире рудников, которые, как я уже сказал, располагаются на глубине аж 130 метров ниже уровня земли. И после этого нам потребовалось построить два ствола для обеспечения жизнедеятельности этого хранилища и расположить там внизу всю необходимую инфраструктуру, такую, как вентиляционные камеры, АТС – автоматическая телефонная станция, техзоны для ремонта автопогрузчиков, для зарядки аккумуляторов и прочее, прочее, прочее. И, собственно, строительство всего этого необходимого, всей этой необходимой инфраструктуры было начато в начале 1960-х годов. А в строй это хранилище вступило в середине 60-х. Ну а дальше, после развала Советского Союза этого хранилища, к сожалению, коснулась обычная судьба для большинства масштабных проектов и предприятий, существовавших в Советском Союзе в то время. Но оно немножечко дольше продержалось, просуществовало оно до начала 2000-х. А точнее, закрыто оно было в 2001-м. Причем, по рассказу одного из бывших сотрудников системы Росрезерва, это хранилище было брошено очень-очень быстро, как будто бы там что-то случилось, какое-то ЧП. То есть, попросали всю технику, всю документацию, и сотрудники освободили, оставили это хранилище буквально в считанные дни. Официально юридическое лицо, которому принадлежало это хранилище после его акционирования в 2000-х годах, оно просуществовало до 2009-го года, когда и было ликвидировано в связи с банкротством. Ну а нам сейчас предстоит очень нелегкое проникновение на территорию этого хранилища, и тем более в само это хранилище, потому что, несмотря на то, что оно не функционирует, и по сегодняшний день оно весьма неплохо охраняется. Я точно прорезу. Да почти. Главное вылезти. Главное прорезти. Вылезти, вылезти. И никак по три ногу нельзя. Нет, это бетон. Руки вытяни, руки вытяни. Руки подними. Вот. Ну как там? Жить можно. Опускайся на руках. Давай, давай. Ань, я не порвал штаны. Да хрен уже с ним. Что? Хрен с ним, не ужасно. А что я не забираюсь? Ань. Не положу между этими блоками. Я пролез, я толще. Ну и скажи. Вот уж не думал, что на этом залазе моему напарнику будет гораздо тяжелее, чем мне. Потому что я и толще, и шире его. Но оказалось все наоборот. В общем, мне получилось спуститься намного легче. И сразу спустившись вниз, мы попали в помещение, где находились транспортеры. Причем очень своеобразные. Здесь сделаны деревянные короба. И здесь остались самые разнообразные артефакты с тех самых времен, когда это хранилище только строилось. Вот такие вот здесь находятся предохранители древних-древних времен, заполнены, по-моему, каким-то кварцевым песком. Хотя я, конечно, могу ошибаться. И мы проходим в следующее помещение, по которому уже зерно попадало вниз. Ну, а дальше нас ждет трэш в виде подъема по веревочной лестнице. Ну, в общем, задача перелезть по этой лестнице над вот тем вот стволом. Сейчас я на максимально ярко включу. И вот вниз уходит ствол. Дна его не видно. Глубина ствола около 130 метров. Давай камушку, по традиции. Я, например, так и не слышал, когда он закончил свое подъема. Вот только что, где-то. Что-то тут больше 130 метров. В общем, сейчас напарнику предстоит проделать то же самое, что я проделал несколькими минутами ранее. А потом я покажу самый главный аттракцион. Общим планом, так сказать. Там еще аттракцион есть. Чтобы видно было, что это даже без склейки. Не надо больше аттракцион. Держись за вот эту арматурину левой рукой. Вот за эту. Вот эту ее обнимай. Да, это я держусь. Да, правильно. Там арматурина одна. Вот это никуда не денется, эти швейлеры, дутавровые балки. Можешь смело на них опираться. Ой. Блин, куда ногу ставить? А теперь, пока напарник вырезает сюда на площадку, я, как говорит, с одним кадром, чтобы было видно, что это не монтаж, покажу, собственно, над чем мы делали все эти акробатические номера. А вот туда вот в глубину уходит тот самый ствол, о котором я говорил. Мне его сейчас даже просветить нечем. Здесь проложены кабели. Видно, что все это весьма и весьма свежее. И эти кабели уходят туда вниз, в ствол. Так что объект не совсем мертвый, судя по всему. Специально хочу показать интересный момент, что вот здесь проводка вся подключена. Нету никаких обрезанных проводов. Все, в принципе, рабочее. То есть туда вниз уходит электричество. Нахожусь сейчас на верхней площадке ствола. И дальше нам предстоит весьма длительный и, наверное, не очень веселый спуск по вот таким вот ходкам, по такому людскому ходку. Вот так это все дальше будет выглядеть. Пролет за пролетом, лестница за лестницей. И вниз, в самую бездну вот этого ствола, фонарь не просвечивает ствол до конца. То есть нижнюю площадку я так и не могу увидеть. Кстати, здесь когда-то была клеть, скорее всего, судя по этому мощному тросу. Можно сказать, деревянные направляющие. Да. Еще тут интересный артефакт. Лампа. Ну, она, похоже, уже давно не включалась. Достаточно мощная. 20 ватт, 27 вольт. А вот там вот наверху зеленая дверь видно. Это как раз дверь клетий людской, скорее всего. Она сейчас закрыта. Смотри, какой год лампа. 1966. Обалдеть. И еще один интересный момент. Наверху видно пол грузовой клети, скорее всего. Это грузовая клеть. Вот я сейчас снизу подсвечиваю эту самую клеть. Там видно двери клети. Вот тут вот чуть дальше. И деревянные направляющие клети. Поскольку это зернохранилище, здесь необходимо было поддерживать постоянную температуру и постоянную влажность. Вот это трубы теплосети, которые уходят тоже на самую глубину ствола, как я понимаю. Собственно, скоро мы это увидим, оказавшись внизу. И здесь же коммуникации. Вот это, видимо, водоснабжение, которое тоже уходит в шахтный ствол. Это электрическая распределительная коробка, на которой написано «Изготовитель в РСФСР Кузбасский СНХ». Год отсюда не вижу, уже не полезу обратно, чтобы посмотреть год. Но сейчас немножечко приближу. Вот еще одна особенность этого сооружения. Здесь находится эдакая спиралевидная горка, по которой осуществляли спуск зерна на самое дно этого хранилища. Продолжаем спуск. И вот здесь на тюбинге хорошо видно дату изготовления. Строилось все это сооружение в конце 50-х, начале 60-х годов. Конкретно вот этот вот тюбинг мы видим, стоит дата 1960-й год. Приключения продолжаются. Не вижу, куда наступать. Осторожно, она еще и крутится. Она у тебя еще и за ногой поднимается. Да. Мне надо не уступать. Там вот этот крайне тонкий забор. Не знаю, выдержит ли он меня вообще. Подтюбину. По дюбингу. А за что держаться? За болт? За проводку. Ну, иди. Не, это проще. В общем, да все до этого было. А на лестнице не вставай, да? На лестницу вообще не вставать? Вообще, она пиздецет не вставать. Интересно, что все распределительные коробки здесь аккуратно закрыты целлофаном. И вся проводка тут цела. Мы добрались до 24-й площадки. То есть, иными словами, можно сказать, что это минус 24-й этаж. А тем временем нас ждет спуск вниз дальше и дальше, глубже и глубже. Мы на нижнем уровне. И сюда сходятся эти самые конвейеры, которые спиралиобразно спускались вдоль всего людского ходка. И здесь же нас встречает огромная гермодверь. Как же я тогда ошибался? По сравнению с тем, что нам предстояло увидеть, эта гермодверь показалась бы игрушечной. Внизу все оборудование в гораздо лучшем сохране. И здесь же внутренние телефонные номера. Начинается все, естественно, с директора, главного инженера. Здесь же все распределительные коробки, рубильники. Все в идеальном состоянии. Остатки плакатов. В данном случае по пожарной безопасности. Это, наверное... Синхронный ролик, привод какой-то. И вот на одной из досок, которые ограничивают конвейерные ренты, хорошо видно надпись 1965 год. Знаешь, вот это вот похоже на взрывозащищенные лампы. Да, возможно. А вот, кстати, еще одна гермодверь. В данном случае она закрыта. Интересно, что вот эти вот конвейеры, по которым сюда сцепали зерно, то есть сюда подходило с той стороны вот эти лотки сверху, и они соединялись здесь с конвейером. А конвейер был закрыт гермодверью. Это, видимо, как раз на случай какой-нибудь чрезвычайной ситуации. Очень красивый рисунок. Очень похоже на то, что он тех самых времен, когда это хранилище еще работало. Ну и над нами толщи породы нависают, в которой вырублен был этот ствол, это хранилище. А мы продолжаем изучать хронологию по комплектующим различным, которыми оборудовано это сооружение. И здесь четко читается 1979 год конвейерная лента. Размеры указаны 60 сантиметров на 4, наверное, миллиметра толщина. 79 год. Время работы смен. Спуск. Первая смена с 7.45 до 8. Это спуск, выезд на обед. То есть здесь смены даже поднимались на обед. Спуск после обеда, выезд. И вот расписание посменно. Собственно, здесь работа велась сотрудников, как я понимаю, круглосуточно. Список сигналов для клетевого. Спуск в клети более 7 человек одновременно запрещается. Вот это людская клеть. Клетевой подъемник. Сюда заходили люди и спускались на глубину вот этой шахты. Еще немножечко технических подробностей. Рядом с клетью находится, ну как бы в самой нижней точке ствола, находится зумб ствола. То есть емкость, в которую сливаются все грунтовые воды. И далее они оттуда откачиваются. А вот это вот система водоотлива. То есть помпа, насос, который откачивает грунтовые воды. Вот это вот как раз труба является частью системы водоотлива. И я так понимаю, что откачиваются грунтовые воды на поверхность. И я сейчас нахожусь на самой нижней площадке ствола. Вот здесь вот указатели стоят. Руд двор южного ствола. Северный заезд южного ствола к камере 12. И еще немного хронологии этого объекта. Например, вот эта вот вышка, которая использовалась местными монтерами для обслуживания различных технических приспособлений, освещений и так далее, которые находятся на высоте. Она датирована. Испытания проводились этой вышке, обязательные испытания любого технического оборудования, 7 октября 2000 года. То есть в начале 2000-х это хранилище еще эксплуатировалось по своему прямому назначению. Вот это вот аккумуляторные батареи, элемент 165L. Очень интересные штуки были в советские времена. То есть это аналог современных аккумуляторных батарей. Зато здесь просто поражают масштабы выработок. Люблю я, конечно, эту фразу про то, что поражают масштабы, но тут они реально впечатляют. Здесь внизу находится автопогрузчик, правда, слегка раздестроенный. Хотел я немножечко на нем покататься, но, увы, навряд ли это получится сделать. Из совершенно гигантских размеров гермодверь. Размеры гермодвери сравнимы разве что с метрошными гермодверями. Привод здесь был, скорее всего, гидравлический, судя по вот этим трубкам, потому что такую дверь вручную, ну, просто нереально открывать и закрывать. А вот система, которая осуществляла открытие и закрытие этой двери. Гидравлика. Здесь бак наверху и электрический привод. Здесь даже прибор показывает какое-то давление в системе. Возможно, все это отчасти еще находится в рабочем состоянии. Дверь не двигается. Сейчас как закроешь нас здесь. Там, Бин, подходят к стволу. Там вентиляционный ствол. Ну, я на ствола не дошел, но там подходят. Здесь выработки. Вот тоже очень интересная табличка. Объемы, видимо, пропускаемого воздуха кубометра в секунду. Дата 13 февраля 2001 года. И здесь находится вентиляционный канал, вентиляционные створки. Вероятно, они ведут к стволу. Сейчас посмотрим. Как такового вент ствола в хранилище не было. И вентиляция осуществлялась через два ствола, которые одновременно были и клетивыми. А это помещение, часть вентиляционного штрека. Впрочем, мы сюда вернемся позже. И просто потрясающая вывеска. Просто потрясающий плакат. Включенное освещение одной камеры без надобности на один час стоит предприятию 17,6 копеек. Слушай, так нормально, да? Ты живешь? Имеются в виду еще те полновесные советские копейки. Здесь бочки с разлитым машинным маслом, соответствующий запашок и противогазы. Везде противогазы, куда же без них. Здесь производилось, скорее всего, обслуживание электропогрузчиков, электрокаров. Судя по вот этому, сохранившемуся в отличном состоянии, смазанному, пахнущему свежим маслом Тельферу, судя по вот этой яме закрытой, сюда загоняли как раз погрузчики, и здесь производился их ремонт. Ну, а здесь сидели местные монтеры и проводили свой обед. А это местный монтерятник. Причем оборудование в этом монтерятнике еще дремучих советских времен. Даже сложно сказать, что и для чего здесь предназначена установка кондиционирования воздуха. Ага, так вот оно что. Здесь, видимо, находились электрики. И несмотря на то, что все это стоит здесь уже не один десяток лет, такое впечатление, что здесь только-только что были рабочие, оставили все это и ушли на обед. И немного инструкций по эксплуатации оборудования. Например, здесь указано, что при установке и закреплении обрабатываемого инструмента в центрах не применять центры с изношенными конусами. Руками инструмент на весу при заточке запрещается, наверное, руками фиксировать или трогать инструмент. И подписи главного энергетика «Согласованный инженер по охране труда и технике безопасности». И снова очередной матерятник. Сборка зарядных столов. Это уже по электрике. Кто разбирается в электрике, тому это будет более понятно и более интересно. Первый электрический натриевый. Здесь же находится вытяжка. Раздевалка. 18-й «Ангел». Интересно, какой же это год. Плакат с фотографией Сабрины. Календарь на 2001 год. Список водителей погрузчика. Список лиц, имеющих удостоверение водителя погрузчика. Пока что здесь единственным упоминанием, когда же здесь работали сотрудники, является только вот этот календарь на год змеи, 2001 год. Проходим дальше в помещение. Инструкция по охране труда для аккумуляторщика. 11 февраля 1999 года. Да, здесь находился аккумуляторный цех и электрический цех. Здесь дальше разобраны электрокары. Здесь плакат с надписью «Признаки причины и способы устранения повреждений в телефонных аппаратных системах АТС». И здесь, как я понимаю, находилась местная телефонная станция. Блок общестанционный с лучевыми комплектами. Да, это местная АТС, аналоговая АТС. Трубки для работы телефонистов. А вот это вообще некоторым образом уникальная установка. Так называемые электропервичные часы, ну или эталон часов, выпущенные в феврале 1961 года. Да, друзья, вот здесь размеры просто передать на видео очень сложно. Там где-то вдалеке мой напарник светит фонарем. Высота потолков здесь, ну точно более 10 метров. И здесь находится установка для осушения или наоборот обогрева воздуха, то есть своеобразный кондиционер гигантских размеров высотой примерно, наверное, с пятиэтажный дом. Вот эта установка обеспечивала поддержание определенной температуры, влажности в этом хранилище. А вот эта установка для кондиционирования воздуха или для нагрева воздуха с обратной стороны, которая имеет размеры почти с пятиэтажный дом. И для того, чтобы обеспечивать работу этой установки, необходимы не менее гигантских размеров вентиляторы. Представляю, какой гул стоял здесь во время работы вот этих вот малышек. Ну что, друзья, размер имеет значение? Как вы думаете? По-моему, вполне. Вот эти вот малышки и осуществляли вентиляцию, я так думаю, только некоторой части выработок, потому что один из вентиляционных каналов, мы уже видели до этого, где стояли жалюзи, а здесь вот находятся два таких гигантских вентилятора, которые обеспечивали приток воздуха через вот эту систему кондиционирования, вентиляции или отопления. Тяжело сказать, какие функции она выполняла в плане нагрева или охлаждения воздуха, но главной ее функцией была поддержание постоянной температуры, влажности во всем этом хранилище. Или в части этого хранилища, потому что судя по объему, по масштабам этого, этих выработок этого хранилища, подобная установка здесь, скорее всего, не единственная. А это местный кабельный коллектор на глубине около 100 метров под землей. И, собственно, вся эта проводка, она обеспечивала работу этих вентиляторов. Тем временем мы подошли к очередной вентиляционной, и здесь установлен вентилятор. В общем-то, не менее внушительных размеров, если даже не более. Только зашли мы к нему с обратной стороны. То есть вот здесь вот стоят жалюзи, которые позволяют закрывать при необходимости этот вентилятор или, наоборот, открывать его, управлять потоками воздуха. Здесь же идет короб, и на уровень ниже можно спуститься или пройти по этому вентиляционному штреку, где находится даже, оказывается, два таких вентилятора. Здесь, как и положено, сдвижные двери. А вот как эта махина выглядит с рабочей стороны. И мы продолжаем двигаться, на сей раз, по вентиляционному штреку. Журнал «Учет по метанолу». Так, а мы попали в компрессорную. «Инструкция по технике безопасности при обслуживании холодильной установки компрессорной и адсорбционной системы». А если это все-таки холодильная? Да. Здесь, правда, и так не тепло. Куда же здесь еще охлаждать? К нулю ближе. К прибору даже еще что-то показывает. Если это баки с фреоном, то это не очень хорошо. Да, ну тут прям явно все живое. Ну, что мы в живую часть попали. Просто гигантская компрессорная. Вот здесь вот остались перчатки кого-то из работников годно до 1999, наверное, 23 мая 1999. И несмотря на то, что уже столько десятилетий прошло с тех пор, такое впечатление, что сотрудники просто пошли пообедать. Журнал «Учета». Везде написано, что замечаний нету. Холодильная станция. Журнал «Центрального водоотлива» и «Перекачки». Даты здесь, конечно, более древние. 28 апреля 1976 года. Вот здесь вот учет 1976-1978 года. А мы подошли к очередному зумбху. Причем, да, главная, конечно, задача здесь просто туда не навернуться. Это кроме шуток, потому что под ногами какая-то глинистая почва. Главное, чтобы никакой газ не поднялся. Витами туда дальше. Слушай, он здоровый. Так это вот водоотлив, наверное, главный. Главное, насос. Насосный. Вот, к серьезному зуму отлить. Да. Иди посмотри тут, что электрощитовая в полной сохранности. Не просто в полной сохранности, а, скорее всего, еще и в рабочем состоянии. И здесь же расположен главный водоотлив, помпы, насосы, как я понимаю. Вот один из зумбхов. Мы вышли в штрек, где находятся конвейерные ленты, по которым тоже транспортировалось зерно. И отсюда идет запасной выход к другому стволу. Опять же, конечно, просто поражает сохранность всего оборудования, электромоторов, приводов. Тем временем мы приближаемся к другому стволу. И вот он, второй ствол. Ствол уходит наверх. Опять же, на десятки метров можно спуститься вниз. Также там находится клей, правда, в слегка разобранном состоянии. Ключик разводной, в сравнении с моей ногой. Как вы думаете, друзья, куда мы пришли? А это мышь, зал кольцевого ствола. Все то же самое, что мы видели в Садонском руднике, только в полностью рабочем состоянии. Приводные механизмы. Тельферы для обслуживания. Соответственно, электрощитовая с любимой в Советском Союзе стеклянной плиткой. Плитка из стеклоблоков, как ее еще называют. И пульт клейтевого. Кресло весьма и весьма своеобразное. И журнал учета работы насосов северного ствола. Записи тут датируются сентябрем, августом-сентябрем 2001 года. График подъема северного ствола. И мы снова выходим к очередной гермодвере с порядковым номером 853. Но если ты сейчас еще будешь прокачивать воздух, то мы отсюда вообще не выберемся. Задвижки не открываются. Хорошая кровавая идея. Да, тут покататься на велосипеде было бы очень даже неплохо. А вот небольшие подсобки. Сделанные в выработках. Разделенные между собой кирпичной кладкой. И в этих подсобках хранятся лавки, люминесцентные лампы, лампы накаливания еще с советских времен. Посмотрим, что находится во второй подсобке. Колеса, видимо, для погрузчика. Гофрированные шланги вентиляционные. Пока мы продвигались по многочисленным выработкам этой системы, наткнулись на одно очень интересное место. Собственно, вот это наглядный пример того, как проходятся выработки взрывным путем. Забуриваются вот такие вот шпуры. Вот они и дальше впереди хорошо видны. В них закладывается взрывчатка, производится взрыв, порода обрушается. И после этого она выбирается, то есть проходится, таким образом проходятся штрейки и штольни. Здесь мы увидели одну очень интересную коробочку с надписью «Яд» и утверждено Министерством заготовок СССР 1 декабря 1954 года. Вот так, видимо, оборудована была часть выработок. Поверху там проложен конвейер и вот из этих бункеров сюда ссыпалось зерно. Выражает великолепное состояние деревянных настилов. На самом деле конвейер был установлен только в этом штреке и на него поступало зерно с конвейерных лент, идущих от двух стволов, после чего из этого штрека оно распределялось по остальным камерам хранения. На самом деле в этих выработках оказывается можно встретить самую разнообразную технику. В данном случае, что вполне логично, поскольку мы находимся в зернохранилище, здесь стоят электрические шнековые зернопогрузчики. Целых три машины. Конечно, очень поражает сохранность оборудования, сохранность техники, причем их состояние просто практически идеальное. Разве что колеса спущены, даже диски все блестящие. Как ними управлять? Не знаю, вот оператором шнекового зернопогрузчика я не был, кстати. Минвекпроммаш завод имени Кирова 1973-й или 1975-й год. Больше 10 часов мы провели в лабиринтах этого подземного гиганта с потрясающе сохранившейся атмосферой советских времен. Мы изрядно устали, а впереди нас еще ждал подъем на 130 метров по ржавому ходку. Кстати, интересный факт, подобные хранилища существуют и сейчас и вполне себе благополучно действуют в наши дни. А я хочу напомнить вам, друзья, что уже несколько месяцев как я открыл лайв-канал и выкладываю туда очень интересные видео о своей жизни, о наших поездках. Поэтому не забудьте перейти по ссылке, которая сейчас появится в левом нижнем углу и подписаться на мой лайв-канал. И, конечно же, не забудьте оценить вашими лайками этот ролик и рассказать о нем своим друзьям. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!